Выходишь в подъезд, а там украшенная елка. На стенах висят дождики, развешаны игрушки. Сразу чувствуется домашняя атмосфера. И все это дело рук жителей дома Кайманова 11. Заходишь в подъезд, сразу новогоднее настроение, сразу весело, красота такая. У нас очень хорошие соседи, молодцы, объединились, все сделали. В следующем подъезде окна украшены снежинками, всюду развешана мишура и даже светящиеся гирлянды с первого по пятый этаж. Хочу соседям спасибо большое сказать. Все сплотились, вышли, украсили, дети радуются. Во дворе украшали все. Старались все для детей, ну и для себя, конечно, тоже. А кто-то и вовсе облагородил окна подъезда симпатичными шторками, а мусоропровод украсил шариками. Так креативно встретить праздник решили жители этого дома. И, конечно же, выставить свой дом и двор на конкурс на лучшее новогоднее оформление. В самый сильный мороз, когда у нас был, у нас ребята вообще молодцы. Несмотря на такие морозы, ветра, они выходили, площадку прочищали, заливали горку. Уже вечером елочный мини-городок Айманово-11 встречал первых посетителей. Горели гирлянды, горку облюбовала местная детвора. Создали такую новогоднюю сказку жильцы дома своими руками. А также благодаря содействию СТОС микрорайона, руководству управляющей компании, местному депутату и не только. Нас еще жильцы благодарят директору домоуправления, домосервис Рамзюковину Мухмедзяну. Она, конечно, жителям Айманово-11 всегда идет навстречу и техникой, и уборкой, и украшениями, и фигуры снежные, боксы для снежных фигур. И художников она приглашает. В общем, ей тоже большая благодарность. Конкурс на лучшее новогоднее оформление двора, либо подъезды в Нижнекамске проводятся не первый год. Люди украшают свои дома на разный лад, а после жюри выбирает лучшие варианты и дарит подарки жителям. Светлана Шумкова, Максим Липин, Новости НТР.